Привет, дорогие подписчики и зрители канала! Меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Блэк Мессу. Мы находимся в последних двух сериях, мы бродили по техническим помещениям, куда нас, собственно, скинули солдаты, пытаясь от нас избавиться. Ничего не вышло. Но в итоге, не стану надо сказать, были не самые приятные. Но, судя по всему, мы покинули эти перерабатывающие помещения и сейчас выходим в более цивилизованное пространство, где уже можно находиться людям безо всяких защитных скафандров. На мой взгляд, хорошо. Я, честно скажу, ненавижу местных военных, несмотря на то, что так ждал от них спасения в первых сериях. Но сейчас я просто жажду их увидеть, потому что мне охота с ними поквитаться за то, что они с нами выделывали. Такие дела, в общем. Сейчас посмотрим, сможем ли мы выбраться или нет. Места, по сути, выбрались вроде как, но я бы не загадывал все-таки. Не знаю. Сейчас посмотрим. Так, ну что, елки-палки, Black Mesa, ты в первый раз так долго грузишься. Кстати говоря, многие заметили, что после установки русификатора игра почему-то становится помедленнее, что ли? Работает медленнее. Не знаю. Возможно. Потому что сейчас, по ощущениям, уровень грузился в два раза дольше, чем обычный. Хотя, по сути, как это может казаться-то вообще? Не знаю. Так, супер. Ещё погнали. Ещё есть? Это так, на всякий пожарный. Что у нас происходит-то вообще? Что это за кошмар такой? Так, ну ладно, пакость. Пакость пакостью. А их что, тут держали в клетках, что ли? Похоже на то. То есть, они тут появились ещё... Извини. Они тут появились ещё до того, как был каскадный резонанс. То есть, они уже тогда каким-то образом сумели изловить этих тварей, да? Ладно, понятно. Так, нет выхода. Придётся такое ощущение перебираться через этот забор, что ли. Это не может не радовать. Так, только как мне по трубе, если... Хотя нет, труба слишком высоко. А подожди-ка, а? Ага. Так. Парень, похоже, от звукового удара умер и вовсе на шарахнуло. Вполне возможно. Эти могут. Уж кто-кто. Уж эти точно. Ничего. Ты посмотри, какие двери пошли. Здесь, похоже, уже... Первый уровень доступа. Гордон Фриман не отбрасывает тень. Как вампир. Так, понятно. Сюда глаза нужно. Ну, то есть, не глаза, а... То есть, датчик сетчатки. Туда, короче говоря, мы не войдём. Это что за специальная комната? Сомнительная этика. Чё-то надо сказать. Здесь как-то жутковато. Так, давайте сохранимся. Посмотрим, что у нас здесь. А, сюда мы не пойдём. В базе данных у нас нет. Вернее, есть, скорее всего. Потому что мы что-то работали. Но сюда мы пройти не сможем. Тихо. Жидковато. Куча непонятных измерительных приборов. И никого. То есть, вообще... Твою мать. Это кто такой? Это Вортигонт? Какой-то... Переросток, что ли? На копытах. А, ну тебе тоже на копытах были. Офигеть. Красавчик. Ну, я думаю, сомнений нет, что он живой, да? Меня это... Серьёзно беспокоит, надо сказать. Давай, что потяжелее возьму. Вентильный давление. Сжечь тебе нафиг. Хе-хе-хе-хе. Так мне будет поспокойнее. Можно ещё газ бы выпустить. Электричество. Но... Сжечь, по-моему, самое верное. Неохота мне с ним встречаться, честно говоря. Ни в какую. Так, а теперь можно как-нибудь... дверь открыть эту. Ой, секундочку. Уф, как хорошо. Жить хорошо. Хе-хе-хе. Ляйце. Ну, я уверен, что она не разрушится. Если его выдерживал, то уж... Монтировка моя тем более. BioForce 2000. Это какой-то, может, генно-модифицированный портигонт. Может, даже людьми модифицированный. Потому что биосилы это... Слушайте, а ведь это наверняка... Наверняка созданный людьми усиленный вариант. Или, может, они его просто прозвали так. Но смыслом-то BioForce называть его. Сложно сказать. Напишите в комментариях, кто что думает по этому поводу. Мне кажется, что это... Ну, конечно, уже есть целый лорд там. И в Википедии все это описано. Но... Я, честно говоря, не сильно в этом... В это во все удалялся. И, возможно, ошибаюсь. В Википедии есть вообще все. Подробнейшее описание... Вселенной. Каждого персонажа. Если бы у меня еще чуть-чуть времени, чтобы это все почитать. Так. Это, знаете, что напоминает, когда убил этот контейнмент, слово? SCP напоминает. Container Bridge. Ходишь по заброшенной лаборатории, из которой вырвалось много всякого непонятного. Похоже. Вот эти аварийные герма двери не зря закрылись. Чтобы все оставалось на своих местах. О-о-о. Офигеть. Я только хотел сказать, некрозе что там? Некропсия. Я только хотел сказать, вы что там, над мертвыми, что ли, еще проводили какие-то опыты? Вижу, тут лежит очередной. Да, блин. Ты, сволочь, это ты все устроил. Жуткий какой, да? Я всегда побаивался G-мена. Ладно, сейчас этим делом не поможешь, поэтому давайте двигаться дальше. Где-то тут, я слышу. Булл Сквида, скорее всего, вот тут. А, ну да, вот он. А, ты посмотри. Это отделение BioForce 2000 называлось, похоже. Потому что и тут тоже BioForce 2000 написано. Нравится? Фу, пакость какая. Блин, такой увидишь, все кони двинешь сразу. Тут одного. Вскрывали. Там наверху нас ждет зомби. Я прям слышу его. Блин, по-настоящему страшное место. Или не тут? Ну что ж ты разглядываешь-то меня, как крысу лабораторную. Открывай двери. Зачем мне это нужно? Зачем мне это нужно? Это, я так понимаю, обеззараживание помещения. Хорошо, ладно. Билл Гейтс. Здесь Билл Гейтс. Half-Life 2X. Билл Гейтс. Блюскрин. Оф-деф. Так, ну что? Ну-ка. Какие зубы там, офигеть, да? До свидания. Хорошо. Я просто не мог не сделать этого. Мало ли, что там лежит. Хотя, чему там лежать в клетке у Булл Сквида. Какашка, ну только его если. Подожди, блин. Какой я глазастый все-таки. Слона-то я и не приметил. Ну, здесь нет ничего. Я слышу. Да, жесть просто. Че у тебя с руками-то вообще? Нафиг. Надо отсюда убираться. Пока что самое страшное место. Не учитывая, собственно, начало игры. Мужские раздевалки. Это хорошо. Мужчины, идем. Два виллов. Тарт. Планет. Кстати говоря, я путаю. Нет. Но, по-моему, все вот эти вот фамилии, это фамилии разработчиков игры. Эу. Отзовись. Офигеть. Ох, ребята. Ну-ка, проверим. Он уже явно дохлый. Давайте, наверняка, что-то... Надо валить отсюда. Че-то тут как-то... Недобро все. Недобро все. По телевизору сетка обычная. Ну да ладно. Вот шрёдингера. Хорошие новости. Библия. Напомнил этого ученого из Фатураны. Good news, everyone. Так, тихо. Обожаю пиццу. У вас, похоже, военные кончили. Так, ну-ка, подожди. Не знаю, как я и говорил. То есть, я не знаю, почему субтитры они... Все закрыто. Понятно. Короче говоря, здесь сканер сетчатки на выходе. Выбраться можно только через эту дверь. Поэтому нам нужно вместе найти какого-либо ученого, у которого есть доступ. Что за запах? Я не знаю. Учитывая, что ты тут среди трупов, я бы не задавал такие вопросы. Это ты, что ли, шуршишь? Я, блин, испугался уже. Думал, крадется кто-то ко мне. Так, девушка. Братья, ты ко мне, может, как-нибудь присоединишься, не будешь тут столбом стоять. Это одному как-то неспокойно. Вот, кто-то мозги себе вынес. Вот, кто-то мозги себе вынес. Или ему вынесли. Похоже, вынесли. Да, была зачистка военных тут определенно. Ходили и всех расстреливали. Не люблю такие длинные коридоры. У них неспокойный хрен, куда спрячешься. Короче говоря, я не знаю, что с этими субтитрами. То есть... Что там нужно прописать-то, по-моему, еще в консоли, что ли? Вот этого я не знаю. Я просто не сильно заморачиваюсь по этой теме, потому что они не сильно-то и нужны в такой игре, в которой повествование именно идет не за счет там какого-то... Не за счет диалогов. Не за счет персонажей. Потому что, по сути, у нас тут один персонаж на всю игру. Это главный герой. Но диалоги, по большей части, они второстепенные. Паржи мне еще тут. Блин. Слишком далеко. И камера мешается. Просто стрел мало. Стреляем наверняка. Так, а мы уже на поверхности. Посмотри-ка. Это хорошо. Собственно, похоже, нам вот про этот выход и говорили. Что-то сюда нужно найти ученого. Ты посмотри. Это, похоже, главный вход вообще этой... То есть, всей научной станции. Да круто. Красиво так-то. Блин, сколько они тут оборудованию навалили? Ну, считай, перевалочный пункт. Так, ребята, мне бы не помешал ваш пистолет-пулемет. О, хотя бы дурбовик тоже. Дурбовик даже лучше, наверное. Все, теперь у меня оружие есть. Можно идти в отмах. Так, понятно, где мы сейчас находимся. Сложно сказать, честно говоря. Она хрен с ним. Подожди. Лаб-Би. А, вот еще карта. А, вот лобби. Да это офигеешь. Вот отсюда вот мы пришли. Вот по этому длинному коридору. Сюда у нас дорога перекрыта. Сейчас мы вот так вот пойдем. Здесь у нас... Ладно, короче говоря, это все, в принципе, не очень-то и важно. Вот эта дверь закрыта гермостворками. И сюда мы никак не попадаем. Ой, ладно, давайте следовать потихоньку. Что? Солдаты? Вот так даже лучше. Вот так даже лучше. Я не знаю, это фир первый почему-то. Ну, там тоже, то есть контора, работающая на оборонку. Вот такие вот офисные здания, спецназ. Только замедлений не хватает. И альмы. Там тоже солдаты проводили зачистку. Но это, по-моему, вторую часть уже было. Так, еще арбалет. Патрончики. Шо? Голубой экран. Ну, не смерти в этот раз похоже. Ладно, лишним не будет. Да офигеть. Хоть бы удосужились трупы убрать. Кругом просто могильник какой-то. Так, так. Что-то... Такое ощущение, что какой-то... Не очень умный человек... Решетил... Эти образцы. Давайте потихоньку двигаться. Почему-то мне кажется, что сейчас что-то не горошие произойдет. Причем у меня такое ощущение, что уже, наверное, минут 10. Да. Вот эти приколы, конечно, я не очень люблю. Так, выжечь все. Отличная кнопка. Пригодится. Чего-либо я не вижу тут. Какие-то странные схемы. Но нам они ничего не дают. Давайте, ну, для порядка. Вот, хорошо. Когда такая кнопка есть, как-то поспокойнее, да? Уже можешь как-то отступить. И воспользоваться ей. Да, вот. Да, давайте сожжем их к хренам. До свидания. Хе-хе-хе. Ох, ну сколько там всего подохло. Отлично. Нравится. Сволота. Что ж, вы респаунитесь прям перед носом. Так, это что такое? Вообще, пора прекращать нажимать незнакомые кнопки. Это, как правило, к чему-то хорошему не приводит. Так, ладно, нам, похоже, нужно сюда что-то. Хорошо. У нас точно ничего больше нет. Искать краб. Тут у нас какое-то тело непонятное. Ладно, ну и нафиг уходим. Глава ворта. Один большой. То есть, почти всю голову занимает глазное яблоко. Обалдеть. Так, что у нас? Военные бляхомуха. Плыл. Так, я надеюсь, ты там один. Ну, давай, ну. Твою мать. Блин, а это что было? Под свольником, что ли, шарахнул? Ну, ладно. Не знаю, сейчас расчистим дорогу и, похоже, найдем то, что нам нужно. Да вы офигели просто, что ли? Ха-ха-ха. Ой, как скользко. Так, ну-ка. Это же... Это еще один из этих суперсолдат вортовских. Ну, тогда лучше пусть вот эта взрывчатка на нем остается. Зачем я пришел вообще сюда? Если тут у нас такая бодяга, то что же у нас там? Такое загороженное, перегороженное все. Так, ладно. Давайте, знаете, на этом мы эту серию прекратим. В следующий пойдем уже... Не знаю, в эту сторону я не уверен, что нам стоит идти. Ну, хотя, с другой стороны, взорвем все к чертовой матери и пойдем посмотрим туда. Короче, вот эти вот серии вот уже пошли гораздо более интереснее, чем предыдущие, где мы ходили по техническим помещениям. Но, тем не менее, для разнообразия те серии тоже были очень важны. В целом, мы уверены так продвигаемся вперед. И надо сказать, что с каждым разом атмосфера все круче и круче в игры. Надеюсь, вам нравится так же, как и мне. Увидимся. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok